Эта серия видеозаписей будет посвящена программированию на языке Python применительно к каким-либо географическим сферам. В данном случае мы попробуем написать бота для мессенджера Telegram, который будет выдавать нам столицу государства по запросу в виде названия страны. То есть выглядит он примерно так. Так мы пишем название страны, и в ответ нам приходит ее столица и еще какая-то запись. Соответственно, как это делается? Первое, что необходимо сделать до того, как мы начнем разбирать код на Python, это зарегистрировать бота в Telegram с помощью бота BotFuzzor. Мы должны написать newbot, slash newbot здесь, и нам придет вот такое сообщение, после которого мы должны записать имя нашего бота. Я его уже написал, собственно, CountryCatman называется. После того, как мы пишем имя бота, мы получаем сообщение, что должны вписать им юзернейм, вписываем и получаем уникальный токен для нашего бота, который мы, собственно, будем использовать в дальнейшем. Итак, перейдем непосредственно к коду. Что нам необходимо сделать первоначально? Первоначально мы создадим просто питоновский файл, который сейчас будем редактировать или создавать. В питоновском файле изначально мы пишем, конечно, импорты. То есть, что мы именно будем использовать? Мы будем использовать библиотеку TelePot для построения ботов для Telegram и Async.io для построения синхронных приложений на питоне. Соответственно, справка по TelePot можно легко найти в интернете. Вот она, как устанавливается и так далее. Писать мы будем на питоне 3.5. Итак, с чего начнем? Начнем с того, что мы создадим переменную токен, которую приравняем к переданному в данный скрипт аргументу, переданному параметру. То есть, мы не будем прямо в скрипте прописывать этот токен, а будем передавать его с целью, так скажем, защиты. Затем, используя метод bot в библиотеке TelePot, создаем переменную bot с таким-то токеном. Дальше создаем loop с помощью модуля Async.io и создаем task для него, в который мы вписываем метод message loop нашего бота. Сейчас мы будем использовать только чат в нем, то есть, когда пользователь что-то пишет и отправляет. А в дальнейшем, чуть позже, мы разберем, когда пользователь не пишет нам что-то, а, скажем, нажимает на какую-то кнопку в боте. То есть, как обработать вот такой вот запрос. А пока мы разберем обработку запроса в виде отправленного нам сообщения. Ну и затем в консоли выводится какой-то print и используется метод loop run forever. Итак, что же происходит, когда пользователь нам что-то пишет? Срабатывает функция onChatMessage. Вот мы ее сейчас разберем. Это, как мы видим, асинхронная функция. То есть, используется конструкция async-avate. Итак, во-первых, onChatMessage принимает на вход параметр message, в котором хранится тип запроса. Это может быть текст, картинка, еще что-то, например, видео, тип чата и, собственно, ID того пользователя, который нам пишет. У каждого пользователя в Телеграме есть свой ID. Вот этот ID сюда и передается. Также используются глобальные переменные answerData и lowerCountries. Значит, как мы их получили? Мы их получили, естественно, вне функции. То есть, в самом начале мы получили их следующим образом. С помощью модуля JSON мы их считали из файла answersData.json. То есть, вот этот файл, который лежит у меня в той же директории, что и питоновский код. Вот он, answersData. И он представляет собой, естественно, JSON в виде каких-то ключей и ответов. И один из ключей, естественно, называется Countries, который представляет собой словарь в виде названия страны и ее столицы. Вот, собственно, здесь все эти страны, которые каждый географ должен знать. А также некоторые другие ответы на различные запросы. Итак, вот мы их все считали. Считали их в переменную answerData. И создали также список lowerCountries, в которые мы положили все названия стран в нижнем регистре с помощью функции lower. Все, вот у нас есть переменная, соответственно, answerData, которая равняется нашему JSON, то есть словарю по сути. И lowerCountries – это список из всех стран, написанных в нижнем регистре. Итак, после того, как мы получили тип содержимого, тип чата и ID того, с кем мы переписываемся, создали переменную chatId string, то есть в виде текста, вывели что-то в консоль. Например, вот в данном случае я вывел, что вот этот ID можно использовать каким образом? Его можно сохранять в какую-то, например, базу данных или в какой-то файл. С тем, чтобы хранить базу всех пользователей, которые общаются с данным ботом. Например, для каких-то рассылок, уведомлений, то есть каких-то пуш-сообщений. В данном случае я не стал это реализовывать, но имейте в виду, что такая возможность есть. Дальше в этой функции мы будем ввести logFile, countryCAP, log, вот он. И, как мы видим, мы будем в него добавлять, то есть вот A это значит append, бывает W, R, там еще что-то, write, read, A означает append. Ну, encoding, понятно, будет он обозначаться как logFile, то есть мы в него что-то будем вписывать. И дальше, если тип содержимого не равняется тексту, в данном случае ничего не произойдет, то есть сразу происходит return и мы выходим из данной функции. То есть если нам отправили фотографию, видео, аудиозапись, мы никаким образом это не обрабатываем. То есть мы работаем в данном случае только с текстом. Итак, в logFile мы записываем дату запроса, strftime берется из модуля time, который необходимо импортировать. Дальше идет такое сообщение, какой ID пишет нашему боту и, собственно, текст данного сообщения. То есть msg это еще раз входной параметр в данную функцию. Собственно, msg text является содержимым того, что нам прислал пользователь. Дальше опять идут какие-то принты, совершенно не важно. И мы создаем переменную request, равную тексту нашего запроса. И дальше вот, собственно, происходит обработка запросов. То есть очень все просто. Если request совпадает с одним из этих слов, start, hi, help, еще что-то, привет, в таком случае происходит await, то есть bot отвечает. То есть используется метод sendMessage, на вход к которому подают следующие параметры, chatID, то есть кому он отвечает. И что он отвечает. В данном случае написано answerData welcome. AnswerData это наш словарь, то есть наш JSON файл. Смотрим, что у нас написано в welcome. Вот, welcome, собственно, нам вернется вот это. Ну и в лог файл запишется по такому же принципу, что ответил бот. И функция прекратится. То есть можно сейчас это проверить. Зайдя в наш бот, написав привет, и нам в ответ, соответственно, придет наше сообщение, которое мы записывали в answerData.json. Дальше смотрим. Если request уже попадает в название одной из стран в нашем списке стран, то есть answerData countries keys, то есть keys это все названия стран. То есть если человек ввел название страны, которые у нас присутствуют в нашем словаре, в таком случае мы вернем сообщение в виде answerData countries request. AnswerData countries выводит нас к этому словарю. И request, то есть это запрос пользователя. Допустим, он ввел Афганистан, вернет нам столицу, то есть Кабул, вернет нам значение. То есть answerData countries. Афганистан, вот эта вот фраза, вернет нам значение данного ключа в словаре countries, то есть Кабул. Что здесь написано? Здесь написано следующее. Вот мы видим, что в answersData.json у меня есть ключ под названием addsToAnswer, то есть добавление к ответу, либо в начало, либо в конец, и возможных пять вариантов ответа добавления. Соответственно, рандомным образом, то есть случайным образом выбирается в начало или в конец добавляется, то есть 0, либо 1, и выбирается случайным образом номер фразы из списка из пяти фраз. Соответственно, если мы добавляем в начало, то создается переменная add, которая равняется случайной фразе из списка из пяти фраз, и add, как мы видим, добавляется перед ответом. Но, соответственно, если мы добавляем не в начало, а добавляем в конец, то также создается переменная add, и она добавляется в конец, то есть после ответа. Ну, переменную add, естественно, можно было бы вынести до конструкции if-else. Это было бы более логично. Ну и также в log-файл вписывается так называемая история общения. То есть log-файл у нас будет выглядеть примерно вот так. Вот, то есть у нас идет дата, кто кому написал, либо бот-айдишнику, либо пользователь боту, и что он вписал. Дальше, соответственно, если у нас запрос попадает в список lower countries, то есть если запрос был написан с маленькой буквы, в таком случае в ответ придет другое сообщение. То есть если мы сюда впишем, например, Россия с маленькой буквы, то есть мы не увидим столицу, а увидим другое сообщение, которое у нас хранится в ключе low country request. То есть вот он, этот ключ, и, собственно, его мы и видим. А если же пишем название страны с большой буквы, то нам в ответ приходит название столицы данного государства. Дальше обрабатываем чисто географический запрос, ну и в конце обрабатываем вообще все запросы, на которые бот будет отвечать ответом bad request, то есть что он не может обработать такие данные. То есть я написал какую-то произвольную фразу, и бот мне отвечает, что не может обработать данный запрос. То есть мы разобрались с общением с ботом, текстовыми сообщениями, да и вообще любыми сообщениями на самом деле. Опять-таки, если тип будет неравен тексту, мы также можем это как-то обрабатывать. Теперь, как получить ответ в виде кнопок. Вот сейчас мы раскомментируем. Сделаем это на примере такого вот якобы теста. То есть бот будет задавать пользователю вопрос и предлагать вариант ответов. Итак, если запрос пользователя будет эквивалентен слову test, в таком случае ему придет в ответ 4 кнопки. Итак, сейчас, как видите, я раскомментировал этот пункт, поэтому мне надо перезапустить бота. Вот и познакомимся, как его запускать и перезапускать. Давайте я вообще закрою все. Я открываю командную строку, меняю директорию на директорию, где лежит мой питоновский код. Соответственно, пишем changedir. И отсюда я запускаю питоновский код с помощью питона 3.5. Соответственно, если у вас только питон 3.5, вы можете просто написать Python, а я пропишу полный путь к своему питону. Дальше пишем название файла питоновского с расширением. И, естественно, в качестве параметра передаем токен, который сгенерировал для нас бот фазер. Вставляем наш токен, запускаем. Да, и видим сообщения, которые нам пришли. То есть, вот они здесь. Теперь посмотрим, как он работает. То есть, если мы впишем слово test, что нам придет в ответ? Нам пришло в ответ 4 кнопки. Однако, при нажатии на любую из них, я получу сообщение об ошибке, что нету обработчика, вот как мы видим, в самой последней строчке написано, нету обработчика для callback query. Ну, остановим бота, нажав Ctrl-C. И давайте сначала посмотрим, как мне приходят сообщения в виде кнопок, а затем разберем, как обработать нажатие на кнопку. Итак, если запрос пользователя равен тексту test, в таком случае создается переменная в виде списка из 4 слов, то есть, это 4 возможные столицы. Также создается пустой список inline keyboard. И для каждого элемента в списке test transfers в inline keyboard добавляется список в виде функции inline keyboard button, не забудем ее, кстати, импортировать, с параметрами, текст на кнопке и данные, которые передадутся при нажатии на данную кнопку. То есть, это могут быть разные данные. Текст на кнопке может быть один, а передаваемые данные могут быть совершенно другими. Но в данном случае это одно и то же. То есть, текст на кнопке это название столицы какой-то, и передаваемые данные это также название столицы. Итак, то есть, мы создали список inline keyboard, в котором лежат списки из кнопок. Дальше эти кнопки нам необходимо сгруппировать в ответ в телеграме в виде вот такого вот inline. Для этого используется функция inline keyboard markup, на вход которой подается параметр inline keyboard. Ну, в данном случае это вот наш собранный inline keyboard, это четыре кнопки. Ну и дальше бот отправляет сообщение пользователю, который вбил слово «тест». Он отправляет ему сообщение «выберите столицу Македонии» и еще одним параметром reply markup выступает ответ inline. То есть, ему возвращаются вот четыре варианта ответа. Теперь мы должны обработать нажатие на кнопку пользователем. То есть, это уже не чат, то есть, пользователь сам ничего не вводит и не отправляет сообщение, он просто нажимает на кнопку. Поэтому в бот-месседж-луп мы должны добавить помимо чата, то есть, помимо отправки сообщений, мы должны добавить callback, то есть, callback query. То есть, если он отправляет там какой-то запрос не сообщением, а в данном случае нажатие на кнопку, то будет срабатывать функция onCallbackQuery. Вот она, мы ее сейчас раскомментируем. И что же в ней происходит? Во-первых, на вход она принимает опять месседж, и мы будем использовать в ней также answerData, чтобы узнать, совпадает ли ответ пользователя с настоящей столицей Македонии. Ну, во-первых, мы получаем три переменных из месседжа, то есть, ID запроса, от кого пришел запрос, и, собственно, те данные, которые хранятся в данной кнопке. queryData — это как раз те данные, которые мы сохранили в параметрах callbackData. Соответственно, в каждой кнопке они различаются. Поскольку текст на кнопке у меня совпадает с данными, которые я передаю, соответственно, queryData будет принимать одно из значений — скопья, тирана, мапута и подгорица. Ну, я ее выведу в консоль, чтобы отладить нажатие кнопки, то есть, те ли данные я получаю при нажатии на какую-либо кнопку. Ну, и дальше я просто обработаю ответ. Соответственно, если ответ совпадает со столицей Македонии, то приходит в ответ верно. Если же не совпадает, то приходит, соответственно, другой ответ. Также, к слову, в ответ мы могли отправлять не сообщение, а другой какой-то инлайн. То есть, при нажатии на кнопку нам вылезает еще одно меню с кнопками, например. Ну вот, все, мы можем запустить бота. Если мы нигде не ошиблись, то сейчас он должен сработать. То есть, мы напишем тест, получим варианты ответов, и мы считаем, что, например, столица Македонии — это Мапуту, то есть, столица Мозамбика. Вот мы нажали Мапуту, можем посмотреть, да, нам пришел в консоль Мапуту, то есть, мы нажали «Все правильно», отладка прошла успешно, ну и ответ нам пришел, естественно, «Это не столица Македонии». При нажатии на столицу Македонии нам приходит в ответ слово «Верно». Ну вот, собственно, и все. То есть, понятно, что при прочтении справки в модуле Телепод вы можете посмотреть, как строится меню под полем ввода, ну и какие-то другие возможности Телеграма. Также вы можете обрабатывать не только текст, но, как было уже сказано, можно обрабатывать какие-то фотографии, аудиозаписи, ну и так далее. Ну а если вы хотите, чтобы ваш бот работал без остановки, то есть, либо вы просто не останавливаете данный скрипт у себя на компьютере, либо вы выкладываете содержимое вашей директории на сервер и запускаете его с сервера.